Магомеда Гасарова Ворвалась война. Разведчик артиллерийских и минометных частей, 125-го стрелкового полка. Он дошел до Германии. В 1945-м должен был вернуться к родным, но один курьезный случай сыграл против него. У него должна была быть награда, потому что он частей первых туда вошел. Вот первый ходит туда. Ну там он получился, обмывали, сидели, город взяли, там и союзные войска оттуда, американцы были, другие были. И чисто случайно американец шампанское открыл, почему-то пробка попала ему, по голове попала. Он подумал, что он нарочно себе это сделал. Взял и ударил его. Потом там особистые быстро сбежали. Баронный лейтенант был, младший лейтенант, не знаю, было у него звание, разжаловали, награды оставили и отправили на Дальний Восток, дальше. Лишь в 1947 году уже в Казахстане он наконец-то воссоединился со своими родными. Можно сказать, жить-то по-настоящему дядя начал лишь тогда, считает Магомед. Вскоре Якуб женился. У него было четыре сына и две дочери. Занялся строительством. С войной его уже ничего не связывало. Я не знаю, такой вояка, такой служил, но даже мог не обидеть. Вот такой, все про него хорошо отзываются. Я как молодой помню, все время принимал нас, ласкал нас. Но вообще не любил. Главное у него какое достоинство, он не любил ничего не рассказывать про войну. И мы всего слова ничего не знаем. Еще одна фотография и еще одна история. Вся война через эпизоды из жизни конкретных людей. Камбулату Гасарову в 1941 году было уже 33 года, когда он ушел добровольцем. Служил в 97-м кавалерийском полку 1-й эскадрильи. В 1941 году. Потом его комиссовали, был ранен левую руку в грудь, правая легкая. Сначала думали, что он погиб, хотели похоронить его. Медсестра, видимо, заподозлила, что это не ладно, пульс прошупала, тыл отправила, чудом ожил, комиссовали его, потому что ранение сквозное было. В далеких сороковых в Кантышево было лишь 6-7 семей этой фамилии. Однако на фронт ушел буквально каждый представитель мужского пола. Только вот выжить в этой войне повезло не всем. Братья Гасаровы, Ахмед Сагиевич, Алаудин Саипович и Юсуп Садакевич пропали без вести. Службу начал в 641-м стрелковом полку. Погиб в начале войны. Село Марьяновка, Киевская область. Про него рассказывают, что он погиб в геройском окопе. В атаку пошел, его застрелили и там же похоронили. Потому что он погиб в 41-м году. Алаудин, это мой родной племянник, дядя тоже погиб. Там же в Марьяновке погиб в 41-м году. Они в начале войны погибли. События той войны уходят все дальше в прошлое. Все меньше остаются участников и свидетелей. Но фамилия Гасаровых трепетно хранит воспоминания о своих предках, которые воевали в Великой Отечественной. Тамара Хашагульгова, Хамзат Халукоев, Новости 24.